Привет друзья, с вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. На этой неделе прошла ежегодная конференция Oculus Connect. Главным анонсом стал шлем Oculus Quest, ранее известный нам под кодовым названием Santa Cruz. Автономный мобильный шлем с шестью степенями свободы как у самого шлема, так и у контроллеров, идущих в комплекте. По словам компании, это последнее устройство первого поколения VR, занимающее свое место ровно посередине между казуальным Oculus Go и хардкорным Oculus Rift. Oculus Quest преподносится как игровая VR-консоль, не требующая подключения к компьютеру и не имеющая проводов. Характеристики шлема таковы. Процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 гигабайта оперативной памяти, OLED-экраны с разрешением 1600х1440 на глаз, точно такие же как в Vive Pro и в Vive Focus, с максимальной частотой 72 Гц. Линзы с большим свитспотом перекочевали прямо из Oculus Go, позволяя видеть 95 градусов угла обзора и механически настраивая расстояние между линзами. В шлеме есть встроенные динамики, а также возможность подключить наушники через 3.5 разъем. Для зарядки используется разъем USB Type-C. Отслеживание рук и пространства вокруг игрока не требует внешних сенсоров и совершается с помощью четырех камер на шлеме, значительно увеличивающих зону видимости контроллера по сравнению с подобными решениями конкурентов. Контроллеры имеют все те же кнопки, что и старшая модель, что должно облегчить портирование игр для разработчиков. По словам технического директора Oculus Джона Кармака, железо в квесте на уровне предыдущего поколения консолей, Xbox 360 и PlayStation 3, что означает, что и графику в играх стоит ожидать примерно такого качества. Стартовая линейка игр будет включать более 50 наименований, включая Robo Recall, The Climb, Moss, Dead and Buried и Superhot. Новый шлем нацелен на тех пользователей, у кого нету компьютера и кто хочет возможность возить шлем с собой в поездках. Также он может быть использован для мультиплеерных аркад, как было показано на примере Dead and Buried на конференции. Игроки могут физически перемещаться по игровой зоне, прячась за физическими объектами, которые также присутствуют в VR. Шлем Oculus Quest поступит в продажу весной 2019 по цене 399 долларов США за модель с 64 гигабайтами памяти. Не обошлось и без анонсов новых игр. Студия ILMX Lab анонсировала игровой VR-сериал по вселенной Звездных Войн, Vader Immortal, A Star Wars VR Series, для Oculus Quest, где игрокам предстоит столкнуться лицом к лицу с самим Дартом Вейдером. Не обошли стороной и остальные шлемы компании. К примеру, Oculus Go вскоре получит приложение YouTube VR для более удобной навигации между сотен VR-видео, а также новую игру Cover. Вскоре появится функция трансляции видео на ТВ или смартфон, так что можно ожидать стримы с Oculus Go в ближайшем будущем. Для старшего шлема было анонсировано продолжение, по моему мнению, лучшей сюжетной VR-игры Lone Echo. Действие второй части продолжается ровно с того момента, где мы спасли капитана Оливию от смерти. Не буду спойлерить, обязательно поиграйте в первую часть. Продолжение следует... Продолжение следует... Были упомянуты Echo Combat, Space Junkies, Vox Machine и Defector, каждый из которых получил свежий трейлер. Шпионский боевик выглядит наиболее интригующе. Продолжение следует... Продолжение следует... на сцене появился майкл и брош человек занимающийся разработкой игр с начала восьмидесятых годов прошлого века и проработавший в microsoft айди софтвер и бал он представил видение будущего компании и vr в целом он ожидает выход полноценного вир шлема второго поколения не ранее 2022 года по мнению майкла второе поколение должно в себя включать следующие минимум 4к дисплей на глаз варифокальные экраны с возможностью видеть глубину картинки новое оптическое решение или усовершенствованное старое с углом обзора минимум 140 градусов ямковый рендеринг с использованием машинного обучения для создания более реалистичной картинки в зонах куда игрок не смотрит отслеживание глаз которая работает реалистичная система звука отслеживание рук с возможностью использовать контроллеры для физических объектов смешанная реальность с возможностью объединить vr и реальный мир а также аватары неотличимы от человека большинство этих технологий уже активно разрабатываются в окулус и это лишь дело времени пока мы увидим новое устройство от которых будет захватывать дух компания пимекс сообщила об отгрузке шлемов первым ста поддержавшим проект желание пользователей разделились 48 процентов людей захотели остаться на 8к модели а 52 процента передумали и выбрали 5к плюс компания советует всем поддержавшим проект обновиться хотя бы до карты gtx 1080 ибо шлем достаточно требователен к железу также компания предупредила о том что программное обеспечение еще очень сырое так что первым получившим шлем стоит ожидать большого количества обновлений в короткие сроки пимекс обещает всем поддержавшим проект что в будущем они будут первыми кто получит возможность приобрести аксессуары и новые устройства компании а теперь игры недели студия сурвиус создатели рода то и спринт вектор выпустили игру по вселенной фильма creed creed rise to glory боксерская игра проведет вас от самых низов боксерского спорта до звания чемпиона а мультиплеер позволит вам набускать морду живому противнику мультиплеер 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 грабит мультиплеер управление так будто นะ последний в Vox Machine – игра о сражениях гигантских роботов. Возьмите на себя роль пилота гигантского меха и сразитесь в мультиплеере с реальными людьми или тренируйтесь в битве с ботами. Больше рекомендаций на VR-игры ищите у нашего куратора по ссылке в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх если понравилось и палец вниз если нет. В комментариях пишите, будете ли выбрать Oculus Quest. Пока! . . . Whoa. Продолжение следует. Whoa. Whoa. Okay, I'm back, everybody. Сидит гелеher, all right? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok